Графский дворян Клеймихель из Курска, Крамской, основатель первой Харьковской кондитерской фабрики, как я упоминал. Он был родом из Курской губернии и действительно связи были очень плотные. Но тут получается, что Альберт Паркхаус в 1903 году издал патент на Требель. Мы просматривали Харьковский календарист 1870 года. Нет даже изображения Требеля. Когда мы листали одесские календари, были изображения любого товара. Вот ложка фирмы Иосифа Фраже. Мы даже не можем понять и представить самое раннее изображение того, чего мы называем Требель. Соответственно, в истории о Требеле больше неизвестных. Почему? Потому что нам важно понимать, если кто-то увидит, я не знаю, книгу 1900 года, и там будет изображение рекламы Требеля, можете считать, что вы получили по Харькову Оскар, потому что таким образом мы можем идти к датировке. Мы смотрели российские торгово-промышленные сборники. Был жуткий сборник на 2500 страниц. Называлась «Вся Россия. Торгово-промышленный сборник». Там нет изображения Требеля. Если посмотреть, тогда можно, в принципе, предположить, что, ну, предположим, Требель в 1887 году была 25-30 лет, да, якобы, ну, вот он после 1903 года открыл какую-то фирму. Хорошо, но когда мы смотрим, я не поленился специально полез в эти огромные сборники, список хайперских предприятий нет Требеля. То есть мы знаем, что он был, но почему назвали, и в силу чего есть большие вопросы. Нам очень важно понимать, вот Харьковская легенда о Требеля. Окей, а вы знаете, что в Белгороде есть такая же легенда, только там вместо Харькова стоит слово «Белгород». И в научных работах белгородских филологов Требель считается как чисто белгородский регионализм. То есть, что это употребляется исключительно на территории Белгородской губернии. Нам важно понимать легенду о Требеля, где и когда, я не могу до сих пор понять, была впервые опубликована вот эта красивая легенда, сказка о Требеля. Это книга 1920 года, это книга 1950 года. То есть мы знаем, что, условно, Ваня, я купил бутылку джина. Где? В магазине. То есть в каком это тайна, да? Нам важно понимать, когда, ну вот Ваня этим сейчас больше занимается, когда в художественной литературе появляется слово «Требель». Да, я находил упоминание, там какой-то рассказ был, 1938 год. Да, 30-х годов, начало 40-х годов уже есть упоминание. Еще такой интересный нюанс. Американский Требель, который был заплатен томом, он представлял из себя такую проволочную конструкцию с двумя кругляшами. Он был металлический, без перекладины. А в полигендео-харьковском Требеле, что он якобы был деревянный, из перекладины для брюк. И то есть именно в таком виде, который сейчас используется для Требелей, то есть изначально он был таким. То есть клеймо некуда было ставить изначально, об этом не додумались в Америке. Кстати, Требель, значит, проволочный, вот этот первый классический, очень много десятилетий считался символом аборта. Потому что американские просвещенные дамы, ей тем самым Требелем себе самостоятельно делали аборта. Гениальное решение, наверное. Поэтому мы имеем настоящего Требеля, имеем его, потому что он действительно был, существовал. Но в этой истории больше неизвестного, чем реально известного. За сим крохотный перерыв на 10-15 минут будет выступать Витя, более интересно рассказывать о женской рекламе в огромном женском всероссийском календаре. Потом будет выступать Иван, более живым языком расскажет о женском образовании в городе Харькове. Ну и напоследок, если кто-то досидит здесь... Не, Южа, я знаю, что ты досидишь, Лешкун. В принципе, ну и ты куда денешься. Потом будет действительно очень много хороших фактов о Харьковских женщинах, о которых вы не знаете. А в конце будет бонус. Может быть, кто-то даже найдет своих родственников. Поэтому пока перерыв. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok